Здравствуйте! Всем привет из Новосибирска! С вами Лариса и сегодня я хочу уже испечь пасхальный кулич. Пасха через несколько дней поэтому будем заниматься этим. Для этого нам понадобится в общем килограмм муки весом килограмм отвесила на весах килограмм муки будем добавлять уже смотреть по тесту 4 яйца ну я буду добавлять курагу изюм и цукаты так курага и изюм 150 цукатов 100 грамм я добавлю так дрожжи я буду делать на сухих дрожжах но можно делать и на настоящих живых дрожжах меня просто сейчас их нет поэтому буду делать сухими дрожжами щепотка соли ванильный сахар ну посыпки это уже все потом сахарная пудра это все потом потом еще цедру лимона и цедру апельсина буду снимать целиком я прям сниму как у шкурочки и буду нарезать мелко не натирать на мелкой терке ну так получается 200 грамм сахара сладко надо 180 миллилитров у нас растительного масла и молока я сейчас сделаю вот с бутылки вылью 350 миллилитров я чуть подогрею тепленькое будем заводить сначала опару ну все сейчас будем делать опару а потом будем остальное подготавливать ну что начинаем с богом в общем сначала делаем опару высыпаем наши дрожжи теперь я подогрела молочко она сейчас тепленькая выливаем наше молочко так теперь сюда сахар 1 столовая ложка для опары я взяла с той порции которая предусмотрена там 200 грамм отсюда я взяла одну столовую ложку чисто для опары высыпаем сахар немножко перемешаем и вот здесь у нас 100 грамм ой 100 миллилитров на полстакана в общем муки это тоже чисто для опары тоже с порции взяла которая отвешена в килограмм это нам только чтобы даже травочки чтобы опара поднялась а потом уже основу будем заводить емкость взяла конечно большую другую у меня вот только такая потому что муки много надо будет потом сыпать так все сюда вот этот муку нашу сейчас буду потихоньку и я сюда буду сюда помаленьку и и добавлять размешивать и и и и и и и и и ну все как следует сейчас я все перемешаю и накрою какой крышкой накрою какая есть и мешок еще одену большой чтобы прям было закрыто поставлю поближе к батарее вот мешок одену сейчас мешок сверху и все и пусть стоит она настаивается пока не начнет пениться потом дальше будем так опара вот подошла теперь сюда же мы добавляем яйца сейчас немножко взобьем 4 яйца наших и и сюда и соль щепотка и ванильный сахар и простой сахар и 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 будем заводить уже до готовности вот наша цедра я вот так порезала мелко ее цедру сейчас перемешаем потом остальное так теперь нашу курага тоже я ее порезала кусочками вот так вот и на наш изюм я его напарила высушила сюда же и вот наши цукаты здесь 100 грамм цукатов ну все теперь будем заводить сюда муку сколько войдет приготовлен килограмм муки а там будем уже смотреть будем помаленьку добавлять добавлять вот вот и вот и 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 Еще добавляем. Еще добавляем. Еще добавляем. И так будем добавлять этот килограмм. Смотреть, смотреть. Вот я замесила тесто. Смотрите, сколько его получилось. Много. Вы не представляете, какой стоит аромат. Вот этого апельсина, лимона. Смотрите, какой красивый. Вообще, вкрапление такое. Шикарное тесто. Много получилось. В общем, мне пришлось добавить килограмму. Где-то кило двести буду писать. Кило сто, кило двести. Так, сейчас я смажу посуду немножко растительным маслом, чтобы стенки. И в ней будет у меня подходить. В общем, тесто должно подойти три раза. Один раз поднимется, я его подобью. Второй раз поднимется, опять подобью. Вот эту красоту. Шикарная будет пасочка. Вообще, красота. Аромат. Представляю, когда запекать буду, какая будет вкуснятина. Все, вон желтенькое тесто. Все, сейчас я накрою, потому что это большая кастрюлька. Она квадратная, у меня крышки нет. Одену вот так мешок. Вот так подоткну. И к теплу. Все, будет стоять у меня. Будем ждать теперь, когда будет готовое. Ну все, тесто подошло. Сейчас будем смазывать наши формы. Я хочу смазать, хотя можно и не смазывать. Но так лучше. Вот эта форма мне очень понравилась. Я взяла вот недавно ее. Мне кажется, хороший будет очень. Куличик красивый будет. Такой цветочком. Вот это я взяла. Вот буквально недавно еще в ней не пекла. Первый раз пеку. Посмотрим. Это специально прямо для кулича. Видите, какая форма. Посмотрим, как будет отходить. Тоже смажу. На всякий случай. Первый раз. Вот тоже новая форма. И вот такие я тоже взяла недавно. Две маленькие. Тоже были в фикс-прайсе. Все в фикс-прайсе, все формы взяла. Видите, потоньше силикон, но тоже хорошие. Они не сильно глубокие. Все сейчас будем раскладывать. Вот тесто подошло. Смотрите. Ой, какое красивое. Сейчас растительным маслом смочу руку. И будем... Будем частями брать. Надо, чтобы половина от каждой формы. Больше нельзя класть. Иначе много будет. Так что буду помаленьку. А там будем смотреть. Потом разравнивать будем. Лишнее будет уберем. У меня еще есть формы. Там, конечно, антипригарные. Больше таких нет. Именно силиконовых. Ну, какие есть, те буду использовать. Так. Сейчас попробуем их. Здесь водичку буду руку мочить. Буду разравнивать. Потом еще оставлю, чтобы стояло, подходило. Вот это тоже будем сейчас разравнивать. Так, сейчас все будем ровнять. Ну, еще форму буду брать. У меня есть антипригарные формы. Еще сейчас будем делать. Как раз угадала. По половинке. Больше не надо. Это оставлю на полчаса. Буду еще подниматься. Только потом буду выпекать. Еще при выпечке будет подниматься. Поэтому больше класть не надо. Вот половинка это край. А то можно чуть поменьше. Потому что подняться все это будет. Все пышное будет. Больше не надо. Да, как раз и это тоже. Сейчас все форму возьмем. Ну, вот сколько получилось. Ну, вот сколько получилось. Вот получились вот такие антипригарные две. И вот силиконовые четыре штуки. Все разные. Буду я угощать. Не обязательно все одинаковые. Поэтому у меня будут разные конфигурации. В общем, я сейчас оставлю в покое минут на 30. Накрою сейчас полотенцем. И пусть стоит, отдыхает, поднимается. А потом уже начнем выпекать. Ну, все. Вот постояло. Я нагрела печку. Сейчас поставлю выпекать. Минут на 30 примерно. Там посмотрим точно. Ну, вот я испекла. Очень горячее. Сейчас немножко накрою полотенцем. И пусть постоит. Пока стоит, у меня там еще две допекаются. Потом уже будем смотреть. Ну, что, давайте переворачивать. Вот эти сначала маленькие перевернем. Видите, как хорошо переворачивается. Легко, хоп. И снимается вот. Формы все чистые. Так, теперь большие формы будем переворачивать. Берем вот эту форму. Переворачиваем. И сейчас поднимаем. Все хорошо снимается. И это так же. Все готово. Теперь будем по очереди украшать. Все прекрасно. Горячее. Смотрите, все нормально пропеклось. Вот цветочек наш. Видите? Вот краешки. Все хорошо пропеклось. И вот эти вот формочки. Вот ведь. Тоже пропеклось. Все, сейчас будем украшать. Вот формы. Смотрите, какие хорошие формы. Хорошо очень. Я их помою. Потом буду использовать еще. Все, сейчас будем украшать по очереди. Ну, теперь будем разводить нашу сахарную пудру. Вот у меня лимон. Я кушаю его с чаем, пью. Здесь сачок от лимона. Вот я набрала в кружечку. Этим буду разводить сахарную пудру. Больше ничего нам не надо. Только пудра сахарная и лимонный сок. Все. Высыпаем в чашечку сахарную пудру. Не важно сколько. У меня много пасок, поэтому разводить буду наугад. Вот высыпала пока столько. Буду порционно разводить. Теперь берем наш лимонный сок. И помаленьку добавляем. Ну, я на глаз сразу несколько ложечек добавлю. Вот так вот. Ну, ложечки 3. Все. И теперь все перемешиваем. Главное не переборщить. Она не должна быть сильно жидкая. Будем добавлять помаленьку и смотреть. Постоянно помешивая, чтобы однородная такая масса была. Такая средненькая. Вот сейчас уже более-менее что-то. Если что, значит сюда еще добавлять. Если я переборщила, и она жидковатая. Вот я переборщила. Вот видите, жидковатая получается. Прям льется. Она так сильно не должна. Чуть-чуть сахарной пудры добавляем. Надо, в общем, такая была, чтобы помазать. И в то же время она немного держалась. Чуть-чуть можно, чтобы стекала. Но не сильно, чтобы не жидко было. Иначе она будет плохо застывать и будет сильно липнуть. А этого нам не надо. Сейчас главное хорошо перемешать, чтобы было все однородно. И будем украшать нашу пасочку. Буду делать по очереди. Сначала одну сделаю, беру в сторону, потом другую. Ну, конечно, возни хватает. Ну, один раз в год. Считай, что целый день занимаешься этим делом, пасочками. Ну, а потом уже другие дни там уже и длины, и что-то другое. А это прям посвящаешь полностью весь день. Ну, вот, в общем-то он жиденький, но такой. Не так нормальный. Сейчас чуть-чуть еще добавлю. Ну, все, начинаем помаленьку украшать. Вот сейчас выливаю на пасочку, на первую. Чуть-чуть будет стекать, пускай. Сейчас. Все вот так вот промажем. Пока одной займемся, потом другой. Так, ну, все. Теперь надо украшать. Вот посыпки всякие разные. Ну, все, испекла. Сделала как смогла. Вот одну сейчас разрежу и вам покажу, что внутри. Конечно, не положено кушать заранее, но я, так как пост не соблюдаю, в общем-то, я могу попробовать и вам показать, какой он в разрезе. Сейчас разрежу. Вот, смотрите. Видите? Тут все, что есть. И цукаты, и корочки эти, апельсиновые, лимонные, изюм, в общем, все, что надо все есть. Желтенькая такая начиночка, красивая. Сейчас мы попробуем. Сейчас я кусочек отрежу. Режется отлично, рассыпчатый. Он должен быть, как такой, даже. Он еще теплый. Такой ноздристый. Он, типа, должен немножко на песочном походить. Очень вкусно. Не очень сладко. Кто любит посладше, можете побольше сахара добавить в тесто. Но нам хорошо. Ну все. Кому понравился такой рецепт, пожалуйста, тряпать формы отличные. Официально показала, в которых пекла. Я вот их помыла. Они стоят идеальные. Все вымылось. Все чистенькие. Только ополоснула водой. Отличные формы. Каждый год можно в них стряпать легко. Все. Всем приятного аппетита. Кушайте с удовольствием. Всех с наступающей Пасхой. Не поправляйтесь. Смотрите мои свежие видео с новыми рецептами. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok